Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня в выпуске. Виноградный бум. Пора пожинать плоды труда. Зеленый юбиляр. Пять лет назад у Триш стал заповедником. А Тамань ждет гостей. Высокий сезон завершен, но это не повод отложить на потом решение серьезных проблем курорта. Одна из таких – работа точек проката маломерных судов. Глава Анапы собрал внеплановое заседание межведомственной комиссии, потребовав от его участников нести конкретные предложения по упорядочиванию этой сферы услуг. Вывести бизнес по прокату маломерных судов из тени – значит заставить предпринимателей соблюдать законы, главный из которых защищает право потребителей на получение безопасной услуги. Тот беспредел, который творится и продолжает твориться в Анапе по поводу размещения технических зон – это только маленькая часть тех вопросов, которые мы будем обсуждать. И, наверное, с сегодняшней межведомственной комиссии мы возьмем старт для подготовки к следующему курортному сезону. Ну и, соответственно, закончим этот достойно. На карте – результаты мониторинга. Сергей Семерков, начальник управления гражданской обороны и защиты населения, озвучивает цифры. 18 законных технических зон и 9 появившихся стихийно. Но глава города не согласен с таким выводом. И среди легальных предпринимателей есть те, кто злоупотребляет своими правами. Договор на водопользование, подписанный с Кубанским бассейновым управлением, не подразумевает создание технической зоны. И тем более не дает права на пользование пляжной территорией. Водопользователи наши уважаемые, еще что, они же еще и руководителям здравниц предлагали. Берите у нас пляж в аренду. Это вообще бредятина, это мошенничество, самое настоящее. Они к пляжу не имеют никакого ни малейшего отношения. Поэтому сразу в решение, значит, юридическую службу сюда и провести полнейшие консультации по законодательству. Берем водный кодекс, берем земельный кодекс. Нет у нас специалистов, значит, заключаем соглашение, находим юридическую контору, не обязательно в Анапе, которая нам полный расклад правовой даст основы расположения в том или ином месте технической зоны. Контролирующие ведомства, способные повлиять на ситуацию, снизили свою активность, считает руководитель Анапского участка ГИМС Сергей Стариков. Росприроднадзор, например, за весь сезон обошелся единичными протоколами. Тогда как владеет самым действенным рычагом воздействия на нарушителей, может изъять водный транспорт. Но административное наказание может грозить нарушителям. Есть уголовная ответственность. Зачетный период сотрудниками транспортной полиции проведено 45 рейдовых мероприятий. Из них, как уже Сергей Алексеевич сказал, 21, это было совместно с ними. Значит, в ходе этих мероприятий выявлено 18 фактов оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По четырем фактам из 18 возбуждаются уголовные дела буквально, я думаю, до 10 сентября. Значит, согласование с руководителем Следственного комитета Южного федерального округа по транспортам получено. Межведомственная комиссия объединила специалистов всех служб, в зону ответственности которых попадает работа техзон и точек проката маломерных судов. Вы сейчас сами доказали то, о чем я говорил в начале нашей комиссии. Если мы каждый будем делать то, что нам положено и предписано законодательством по нашим должностным обязанностям, не будет этого всего. Всего три дня, как началась уборка винных сортов винограда на виноградниках Гайкадзора. Но на плантациях солнечные ягоды жарко и в прямом, и в переносном смысле. Прежде всего на виноградниках Гайкадзора впечатляют масштабы плантаций. А потом уже и понимание того, что в закладке этих виноградников участвовали не только анапские специалисты. Технические сорта винограда подбирались с учетом лучших наработок французских виноделов. Под жарким солнцем не очень крупные грозди издают характерный аромат хорошо известных на российском рынке и пользующихся популярностью вин таких как Шардоне, Гевёртстроминер или Вианье. В уплотненных посадках по французской технологии кустов больше, из каждого в среднем одна бутылка вина. Генеральный директор виноградников Гайкадзора уверенно смотрит в будущее. Предприятие развивается и остается верным своим традициям одного из лучших винодельческих предприятий в Анапе. Виноградники Гайкадзора на сегодняшний день представляют предприятие развивающееся. Предприятие, которое в эпоху импортозамещения своим вином стараемся выйти на рынок, заполнить полки нашим вином. Российским, кубанским, анапским вином. Мы не выращиваем столовые сорта винограда. У нас в основном импортные сорта, то есть французские, такие редкие как Вианье, Семильон, присутствует и Шардоне. Из редких сортов выращиваемых в Краснодарском крае это Гевёртстроминер, Колодок и другие сорта. Достаточно около 15 сортов. Этот год гораздо лучше показал себя, как и прошлый год. Очень много было затрачено усилий и работ по его выращиванию, возделыванию, по сохранению от болезней, от непогоды в июне месяце. Поэтому стараемся и надеемся, что будет удачный урожай. Уборку винограда ведут с раннего утра до позднего вечера, но всё равно это жаркое сентябрьское солнце, которое палит нещадно. Труд, во время которого не до красот, но невозможно мимо них пройти просто так, ведь виноград – это как красивая песня. В цеху первичной переработки к солнечной ягоде старейшие работники виноградной отрасли, жители Гайкадзора, относятся бережно. Будущее вино не любит шума и суеты. Сегодня у сортировочной ленты французский гость – сын потомственных прованских виноделов. Давид не очень говорит по-русски, но качество анапского виноматериала оценивает высоко. Технологию виноделия в Гайкадзоре соблюдают по мировым стандартам. Сентябрьский звонок провозгласил начало нового учебного года. Потекли учебные будни. Педагог начальных классов средней школы номер 15 Марина Одинцова знает, как превратить уроки в увлекательный процесс. Её ученики в школу не опаздывают, спешат узнать, что же их ждёт сегодня. Свою судьбу со школой Марина Одинцова связала 26 лет назад, но стала учителем гораздо раньше, ещё в детстве. Наверное, я была рождена стать учителем, потому что у меня с детства была мечта стать учителем. И даже вот ещё была, когда маленькой, я пыталась обучать детей в детстве ещё. Призвание и любовь к детям толкают Марину Анатольевну на поиск новых форм работы на уроке. Работа в паре, группами, дискуссии и возможность свободно отстаивать свою точку зрения. Это она приветствует у своих воспитанников. Вместо выкриков с места – таблички. Прошу тишины, срочно нужна помощь и так далее. Поэтому и дисциплина на её уроках образцовая. Для меня детские глаза и я. Вот это для меня самое главное на уроке. Всё видно по глазам у детей. То есть вот сразу видишь, что глаза нерабочие. Ребёнок тебя не слышит, не слушает. Сразу на это обращаешь внимание. Сразу делаешь замечания, ребёнок сразу начинает приходить в чувства и включаться в урочную деятельность. Зрительный контакт – лучшее средство работы с ребятишками в начальной школе. Прослушал – будет провал. Ведь именно на этой ступени закладывается фундамент успеха в будущем ребёнка. Она искренне любит каждого своего ученика. А их за годы работы немало прошло через её сердце. Любого ребёнка за что-то можно полюбить. Поэтому как бы вот… И самое главное, чтобы ребёнок состоялся как личность. И над этим мы работаем. Не должно быть в классе отличников и двоечников. Этого не должно быть. Но это я считаю. Поэтому как бы когда ребёнок знает, что его за что-то всё равно найдёт учитель, за что похвалить, у него есть стимул, есть мотивация. Поэтому он с удовольствием идёт на урок. Вот почему второй Г-класс обожает своего первого учителя. Это взаимное чувство. Она очень хорошая и очень добрая к нам. И она красивая и очень умная. Она хорошая. Она нас всегда чего-то учит. Впереди у ребят учебный год. Они с нетерпением ждут, какие же ещё сюрпризы приготовила им Марина Анатольевна. И одно знают точно. Будет интересно. Уникальный уголок нашего края, заповедник Утриш, сегодня отметил первый небольшой юбилей. Пять лет назад реликтовые можжевеловые леса получили статус заповедных. Охранять природу значит любить свою родину. 12 месяцев в году для посещений и научной деятельности открыт заповедник Утриш. Работает он всего пять лет. Таким ухоженным и красивым он был не всегда. Пять лет назад начали с вывоза мусора, навели порядок, провели восстановительные работы. Береговая линия заповедника 12,5 километров. Более 200 видов водорослей в акватории. Более 400 видов животных. 72 вида вымирающих растений, которые занесены в Красную книгу. Некоторые из них произрастали ещё в доледниковый период. Таких уникальных уголков реликтов на планете остались единицы. Рождение каждого заповедника – это очень маленький, хоть небольшой вклад, но это существенный вклад в сохранение нашей матушки-земли, планетарных экосистем и, в частности, экосистем данного региона. В заповеднике идёт колоссальная работа. Научная природоохранная работа с детьми. Ко дню рождения любимого уголка природы маленькие анапчане смастерили своими руками тематические открытки. Благодарственными письмами и почётными грамотами за проделанную совместную работу руководство Утреша наградило своих сотрудников-энтузиастов, волонтёров и партнёров. Телекомпания «Напа-регион» тоже была отмечена благодарственным письмом. День рождения не обошёлся без развлечений и подарков. Учёных, стоявших у истоков создания заповедника, приняли в зелёные пионеры. Эта территория уникальная, что это жемчужина, находящаяся в таком хрупком-хрупком бокале, который легко разбить. И тем больше люди проникнутся к территории, тем больше они будут участвовать в процессе сохранения этой природы. И это, оказывается, пойдёт всем на пользу. В планах учёных – восстановление утраченных экосистем и возвращение естественных для Утреша животных – рыси, серны и других. Поздравляем юбиляров и желаем самому прекрасному месту нашего курорта, удивительному заповеднику Утреш, успехов и процветания. На выходные в Атамань 5 и 6 сентября в этнографическом музее под открытым небом будет удивлять и дарить хорошее настроение главный фестиваль года «Легенды Атамани». Конно-спортивные соревнования, выставки, концерты для всех, а для гостей Анапского подворья ещё и мастер-класс по приготовлению домашнего вина с дегустацией. В субботу 5 сентября на Атамане с самого утра будут встречать с традиционным кубанским радушием. На подворье Бабы-Яги пройдёт презентация столов кубанской кухни. Она поготовит на конкурс необычный стол – хмельное место. Процесс изготовления вина в миниатюре – вот что станет его изюминкой. Интересно проведут время гости Анапского подворья. Здесь тоже устроят винодельню. На глазах у зрителей и даже при их участии будут давить в бочках и загонять в пресс виноград. Знатные виноделы поделятся секретами изготовления душистого напитка в домашних условиях. Выставка изделий ремесленников, выступления самобытных творческих коллективов, фестиваль национальных культур – всё это на Анапском подворье. Праздник на Атамане будет продолжаться весь день. Для гостей фестивали готовят экскурсии, конкурсы, праздничный концерт с участием лучших кубанских профессиональных коллективов. И, конечно, угощение – знаменитое блюдо кубанской кухни. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. В четверг 3 сентября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днём 26-30 градусов со знаком «плюс». Ночью до 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.